Пассажир Рэнди – зашуганный маменькин сынок, который работает в захолустной бургерной и каждый день терпит нападки от мясного задира Криса. Во время очередной порции унижений на помощь Рэнди внезапно приходит уборщик по имени Бенсон. Неприметный парень достает из багажника ружье и убивает Криса, а заодно и остальных работников смены. Шокированный Рэнди не знает, как реагировать на происходящее, но Бенсон ему подскажет. Он уверен, что сейчас, пока трупы не нашла полиция, самое время разобраться, почему Рэнди такой размазня и помочь ему измениться к лучшему. Самая очевидная ассоциация в связи с пассажиром – это классический роуд-триллер Роберта Хармона «Попутчик», в котором демонический маньяк Рутгер Хауэр портил жизнь молодому водителю на свою беду, решившему его подвезти. Однако «Пассажир» не ограничивается чисто триллерным противостоянием жестокости и невинности. Это куда более тонкий и неоднозначный фильм, в котором больше от бойцовского клуба и, например, малоизвестной криминальной драмы «Парни по соседству», где постановщица Пенелопа Сфирис пыталась проследить, как череда неправильных решений может подвести обычных молодых ребят к краю бездны. Самый парадоксальный и удивительный твист «Пассажира» касается не его сюжета, а его смысла. По сути своей, Рэнди и Бенсон очень похожи, но в какой-то момент судьбы повели их в принципиально разных направлениях. Оба столкнулись в детстве с травмой, с которой так и не справились, но если Рэнди сдался под ее тяжестью, предоставив жизни нести его по течению, то Бенсон перемолол ее и запихнул в дальний чулан подсознание, решив, что больше никогда не позволит ситуации взять верх. Он расчетлив, спокоен и уверен в себе, но когда двери на чердаке воспоминания откроются, и оттуда повалятся скелеты из прошлого, оба героя окажутся не готовы к отувочной ставке. Снявший «Пассажира» режиссер Картер Смит, создатель недооцененного хоррора «Руины» и недавнего ЛГБТ-триллера «Проглоченное», также построенного на психологии и размышлениях о том, что понимать под силой и слабостью. Открытый гей, Смит видит броманс, дружбу между двумя мужчинами, вещью тонкой и неожиданно нежной, но в «Пассажире» такой оттенок идет картине на пользу. В отношениях между Рэнди и Бенсоном нет ничего сексуального, но та почти братская забота, которую последний демонстрирует по отношению к хлюпику Рэнди, делает развязку особенно душевной и эмоциональной. Кайл Гелнер, играющий Бенсона, шикарный, но криминально недооцененный инди-актер, который в этом году, похоже, наконец-то сорвет джекпот с мощными ролями здесь и в вышедшем практически одновременно с «Пассажиром» триллером «Мама, можно?». Его экранный напарник Джонни Берчтолб в кино сравнительно недавно, и громких проектов в его фильмографии пока нет, но с ролью хрупкого лузера Рэнди он справляется выше всяких похвал, так что их актерский дуэт – один из самых ярких в жанре триллеров и хорроров в этом году. «Пассажир» был снят для телеканала МГМ+, но в фильме нет ничего, с чем ассоциируются телевизионные фильмы. Он достаточно брутальный и жесткий, и авторы избегают соблазна под занавес удариться в назидательный дидактизм. Мы так и не узнаем секрет Бенсона, но сила фильма в том, что это совершенно не важно, и более того, выведя этот секрет за скобки сюжета, авторы только четче прописывают свою мысль. У всех есть прошлое, у многих оно темное и тяжелое, но определяет вас не то, что вы пережили, а то, как вы с этим справляетесь.